Мы продолжаем чтение сегодня с книги Евангелия от Иоанна, 1 глава, 24 стих. Напомню, что к Иоанну Крестителю были присланы Синедрионом. Синедрион – это соборное управление Ветхозаветной Церковью. Состоявшее из первосвященника, священников. Они принадлежали разным религиозным школам, фарисеям, саддукеям. И, следовательно, это люди Писания. Они изучали детальный текст Священного Писания Ветхого Завета и были единственными толкователями Священного Писания Ветхозаветной Церкви. Были, конечно, еще толкователи Священного Писания. Они жили на берегах Мертвого моря, так называемые иесеи или ферапевты. Это аскетическая секта Крайнего Толка, которая понимала Писание так, как она понимала. Но сейчас не о них. Так вот, была делегирована Синедрионом, я бы сказал, комиссия, Которая должна была изучить на месте все обстоятельства, которые были связаны с пророком, появившимся на берегах Ярдана. То есть, Иоанне Крестителе. Они его спрашивали, кто он, Мессия, пророк. Он ответил, что он голос Божий, голос вопиющего пустыни. И процитировал пророческие слова Исаии, 40 глава, 3 стих. В основном, это были фарисеи. В 24 стихе об этом прямо и говорится. И вот в 25 стихе мы читаем дальше. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илья, ни пророк. Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его. Крещение. Давайте поговорим об этом. Конечно, мы воспринимаем крещение как что-то очень привычное, обычное. То, что совершается, можно сказать, ежедневно в храмах Православной Церкви. Иногда, а вернее сказать, в основном люди не понимают, что такое Таинство Крещения. Почему я так уверенно, утвердительно об этом говорю? Потому что мне часто приходится с этим соприкасаться. Люди приходят и желают принять крещение. Или сами, или покрестить своих детей. И когда ставишь вопрос, зачем это им нужно, то они отвечают, ну мы же русские люди. Батюшка, что вы не понимаете? Креститься должны. То есть, ассоциативно у современника нашего крещение, оно связано с его этническим происхождением. Понятное дело, говорит один из таких посетителей, ну если бы я был татарин, то я бы, конечно, пошел бы обрезание принимать. Но я же пришел в церковь, я русский. И когда спрашиваешь дальше, ну а все-таки зачем это нужно, вот вам лично, зачем вы себя утруждаете, пришли сегодня в церковь, возможно, отложили какие-то свои дела. И человек говорит, ну батюшка, ну защищаться нужно от всякой вражьей силы, всякой нечисти. Крещение, говорят, самое надежное средство. Ладно, с этим не поспоришь. Но это только одна из составных частей, и нужно заметить, что не самое важное, связанное с таинством крещения. Самое важное в крещении. Когда человек принимает крещение, он, первое, очищается от греха. Если взрослый человек, все это понятно и без комментариев, этого богатства у нас хватает. Когда идет речь о младенце, возникают иногда вопросы, а зачем это младенцу нужно? Ведь он еще не успел отравить себе жизнь и окружающим его. Ну вот, человек наследует от родителей последствия греха. И вот эти последствия греха, эту скверну греховную, в таинстве крещения Господь омывает. Затем, когда человек очищен от греха, Господь таинственным образом, непостижимым для ума, вводит этого человека в тело Христово. Это тело Христово называется церковью. Церковь, как мы уже говорили словами апостола Павла, это тело Христа. И вот это таинственное тело способно вобрать в себя всякого принявшего крещение. Человек с этого момента становится частичкой самого Бога-человека Христа. И вот это самое важное. Очищение от греха – это вспомогательное действие, которое совершает Господь для того, чтобы, омытого от греха, сделать частью тела Христова. И, следовательно, когда человек приходит с желанием принять крещение, он должен понимать. А если он не понимает этого, то тогда задача священнослужителя – объяснить смысл крещения. И если человека не интересуют вопросы, связанные с тем, что такое крещение, то священник должен отказать этому человеку в принятии крещения. Потому что крещение не может быть оберегом, как сегодня воспринимает современная ментальность. Современник нацелен в основном на то, чтобы себя оградить от чего-то, от чего-то спасти. Но имеется в виду не для вечности, а укомфортить свою жизнь, сделать ее более спокойной в земной плоскости своего бытия. И с таким отношением к крещению нельзя согласиться, как с правильным отношением к этому великому таинству. Господь приходит в этот мир только для того, чтобы человек мог наследовать жизнь вечную. И вот все таинства, которые есть в нашей Церкви, мы, конечно, будем подробно об этом говорить в дальнейшем, но хотелось бы отметить, что Господь не пришел для того, чтобы решать устройство человеческого быта, человеческой жизни. С этим человек может самостоятельно справиться. Для этого у нас есть голова на плечах, руки, для того, чтобы решать проблемы, которые возникают в нашей земной жизни. Самое главное, Господь пришел вернуть человека в рай, который он потерял вследствие своего греха. Без рая человеческая жизнь превращается в жизнь насекомого. Потому что насекомое, умирая, больше не возвращается к бытию. Потому что одновременно с телом умирает его смертная душа. У каждого животного так. А вот у человека бессмертная душа. И если мы не будем учитывать, что у человека есть возможность наследовать рай, который он потерял, то бессмертная душа становится бессмысленным предатком его биологического существования. Она только тогда имеет смысл, когда она может и жить соответственно вечно. И вот вечное бытие это то бытие, которое, в котором пребывает Бог троечен в лицах. И вот именно туда, в это троечное бытие, через крещение Господь вводит человека, дает ему такую возможность. Но крещение, которое совершал Иоанн Креститель, тождественно ли оно тому крещению, которое сегодня совершается в православных храмах? Однозначный ответ нет. То крещение, которое совершалось тогда, оно было не больше, омовением тела. но все-таки в этом, в этой гигиенической процедуре, скажем так, была религиозная мотивация. Во имя будущего отпущения грехов. И поэтому Иоанн Креститель выполнял служебную роль. Он не был самодостаточным учителем. Его задача была не в том, чтобы привести к себе, к своему учению, и для того, чтобы создать свою школу. Его задача заключалась в том, чтобы привести ко Христу. И поэтому Он говорит, «Я крещу вас в воде». Само слово «крещение» на греческом языке «баптизо» – это погружение. Погружение в воду в данном случае. И делило на еврейском языке тоже омовение. Но стоит среди вас некто, но в его-то не было среди них. Он уже ощущал своим очищенным человеческим существом его присутствие. «Он-то идущий за мною», объясняет Он, «но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его». Здесь Он выражает свое, Он сравнивает себя, кто Он по отношению к Нему. Я упоминал вам о том, что Иоанн, простите, в те древние времена раб, который омывал ноги, входящих в дом, был, можно сказать, самым низким статусом раба. И в данном случае Он сравнивает себя именно с таким рабом, с низким статусом. Но Он далее говорит, «Я даже не достоин этого совершить, снять обувь с его ног». Это происходило в Вифаваре, при Иордании, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, на другой день. То есть первый день, когда Он говорил, не было Иисуса рядом с Ним. Но Он говорил о Нем, как о реально присутствующем стоит некто среди вас. Видит Иоанн, идущего к Нему на другой день, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Мы помним из страниц Ветхого Завета, когда евреи приносили в жертву агнцев овец, но агнец это особая овца, овца непорочная, чистая, и это та овца, которой любовался пастух. В основном евреи были пастухами. Конечно, они вели и оседлый образ жизни, у них были свои поля, но в основном это был кочевой народ. Мы это помним еще из страниц Ветхого Завета, когда они путешествовали по пустыне 40 лет. И агнец, овца, красивая овца, для еврея это овца, который он должен принести в жертву Богу. Но давайте вспомним, зачем было пролитие крови. Неужели Господь беспощаден по отношению к безгрешным чистым животным? Зачем нужна кровь этих невинных существ? существа. Конечно, мы должны понимать, что человек вот основное существо в этом мире. весь мир создан для человека. Вся вселенная создана для человека. Потому что ангельский мир не нуждается в галактиках, в планетах. это пространство обитания человека. И если бы не было человека, то не создавал бы Господь и окружающий нас мир. Господь создает этот мир для того, чтобы он радовал человека. И вот когда человек начинает согрешать, накапливает грех, то Господь говорит этому человеку, ты грешишь, но будет страдать за твой грех. Невинное животное. Но животное еврей не покупал на рынке. Это для нас животное можно сказать ничего не значит, особенно если мы живем в квартирах. Потому что наша жизнь никак не связана из стадами овец. Мы их не нянчим. Мы их не выгоняем на пастбище. А евреи все это делали. И следовательно он привязывался всей своей душой. Для него овцы были его детьми. И всякое пролитие крови из его стада было для него какой-то личной трагедией. И вот когда душа привязывалась к самому красивому, к самому чистому животному у пастуха, то Господь говорит, именно это животное ты должен принести в жертву за свой собственный грех. Ты должен понять, что грешишь ты, а страдает невинное любимое существо. для того, чтобы было понятно, еврей переносился всем своим мысленным взором в те далекие времена, когда Авраам возносил свои молитвы к Богу, чтобы Господь даровал ему с его супругой Сарой сына. И когда он получил Исаака, как дар Божий, Господь велит ему принести его в жертву. И беспрекословно повинуется этому зову Бога неведомого и невидимого Бога. И таким образом происходило две вещи с евреем. С одной стороны, где-то это травмировало его душу, его сердце, потому что он понимал, всегда расплачиваются за его грех невинные. Но с другой стороны, сердце еврея привыкало к пролитию крови. Иосиф Флавий рассказывает нам, когда на Пасху он подсчитал, сколько было принесено жертв, это в шестидесятом году по Рождестве Христовом, около трехсот тысяч овец в Иерусалимском храме. Все эти овцы переносились, проливалась кровь, поток кедрский заполнялся, переполнялся кровью, священнослужители ходили по щиколотку в крови, это была страшная гекотомба. И, конечно же, это обоняние крови возбуждало в восточном человеке звериный инстинкт. Но, тем не менее, мы должны помнить, что не было ни одной религии в те времена до пришествия Мира Христа, где бы не проливалась кровь. Везде, где было поклонение каким-то божествам, идолам, везде проливалась кровь. С единственной разницей, что в Ветхом Завете у евреев это была богооткровенная религия, и это пролитие крови, в этом пролитии крови была воля Божья. Но когда мы говорим о том, что такое воля Божия, то это не значит, что Бог получал полное удовлетворение от того, что проливалась эта кровь даже несчастных животных. Воля Божия это не значит, что Ему сентиментально нравилось то, что происходило во дворе Иерусалимского храма. Господь дал такую религию ветхозаветному человеку, на которую он был способен и которую он был способен понять и вместить. Позже Господь скажет, что я буду вам говорить о небесном, я говорю о земном, и вы не понимаете. Еврейский народ жил в условиях бесконечных жертвоприношений я имею ввиду все народы, языческие народы приносили эти кровавые жертвы. А значит дело для него было привычно, только приносил он эту жертву истинному Богу. Господь через пророков говорил, что я присыщен жертвами вашими, пролитием крови овец. То есть Бог говорит через пророков, что это не то, чего он желает от человека. И вся ветхозаветная религия в результате будет определена апостолом Павлом как детоводитель ко Христу. Детоводитель буквально на греческом языке звучит как педагог. Ветхий завет не является целью религиозной практики и жизни человека. Это только педагогический путь ко Христу. но самое важное в этом пролитии крови невинных мы считываем с этой страницы где Ян Креститель говорит вот Агнец Божий который берет на себя грех мира. Настолько было проникнуто еврейское сознание тем что если Агнец значит он невинная жертва за чей-то грех но здесь не за чей-то грех а всего мира берет грех этот Агнец на которого указывает перст Яна Крестителя что произошло в душах слушающих проповедь Яна Крестителя мы можем только догадываться ассоциативно они начали особенно как-то переживать и сочувствовать того которого они видели он должен пострадать раз он Агнец тем более он берет грех не одного человека на себя как обычная овца и то это овца не снимает человека грех здесь только педагогический прием который указывал на то что если ты грешишь что кто-то страдает невинный и здесь Агнец значит он невинный сей есть о котором я сказал за мною идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде меня мы не можем оценить до конца то что говорит сейчас Иоанн Креститель мы не можем этого вместить потому что он говорит какие-то непостижимые вещи он впереди меня потому что был прежде меня но мы это оцениваем своим геометрическим сознанием этот мир мы знаем что если кто-то приходит в этот мир он обязательно должен умереть а здесь он был всегда говорит Иоанн Креститель трепетало сознание иудеев от таких слов потому что они понимали что это какой-то вечный человек хотя они до конца они это понимали но понимали что совершается какое-то глубокое таинство очевидцами которого они становятся я не знал его говорит сам Иоанн Креститель в 31 стихе это как раз тот момент о котором мы уже с вами говорили когда Дева Мария пришла к Елизавете матери Иоанна Крестителя и взыгрался младенец младенец Иоанна в утробе Елизаветы взыгрался то есть возрадовался и эта радость переживалась неким движением в утробе материнской это было бессознательное восприятие Бога Человека Христа о котором он говорил что он был прежде меня а сейчас когда он пришел в меру сознания он стал учителем покаяния он сам прошел жесточайшие испытания 30-летние испытания в пустыне он говорит я не знал его никто не сможет сказать что у них какая-то особая родственная связь и он проповедует своего родственника он никогда с ним не встречался но он ощущал на каком-то подсознательном уровне как это и было уже как я сказал и сейчас ощущал его присутствие но для того пришел крестить в воде чтобы он явлен был Израил это он говорит слушающим фарисеям и свидетельствовал Иоанн говоря я видел духа сходящего с неба как голубя и пребывающего на нем прошло уже 40 дней с момента крещения пошел 41 день 40 дней Христос находился в пустыне и он свидетельствует фарисеям в 33 стихе повторяются те же слова я не знал его но пославший меня крестить в воде сказал мне на кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем тот есть крестящий духом святым это важные слова это важное вернее сказать свидетельство почему оно повторяется дважды для того чтобы все присутствующие поняли самое важное что он будет крестить духом святым и я видел и засвидетельствовал что сей есть сын божий вот основное свидетельство он сын божий на другой день опять стоял иоанн и двое из учеников его и увидев ведущего Иисуса сказал вот агнец божий опять повторяя те же слова услышав от него сии слова оба ученика пошли за Иисусом когда произносил Иоанн креститель эти слова то в этом был основной смысл вообще проповеди Иоанна крестителя здесь среди вас агнец божий он берет на себя грехи он уже не говорил ни о какой нравственности он не говорил о покаянии он весь был обращен на личность Христа который присутствовал среди людей вспомните замечательную картину Иванова явление Христа народу обычные простые люди приходили для того чтобы точно так же как и в наше время приходят креститься потому что лучше на всякий случай креститься это все можно было прочитать на лицах которые были в Иордане Иванов это очень хорошо заметил и он видит аскетическую фигуру Иоанна Крестителя которая указывает на Христа который идет к народу Иисус же обратившись и увидев их идущий говорит им что вам надо они сказали ему рови что значит учитель где живешь когда писание желает передать атмосферу языка когда оно употребляет в переводе какие-то оригинальные слова еврейского происхождения то желает как-то особенно приблизить к той ситуации которая совершилась тогда к тем обстоятельствам вот именно так сказали первые ученики Иоанна Крестителя рови так звучало это слово учитель они ничего больше не могли сказать кроме того где ты живешь видимо когда он посмотрел на них они были потрясены его взглядом его образом его личностью даже равнодушное с внутренней гнилью фарисеи говорили о нем никто так никогда не говорил и не учил как сей как власть имеющий и конечно же ученики которые были открыты душой они были растеряны где живешь они говорит им пойдите и увидите обратите внимание на эти слова пойдите и увидите а ведь Господь в данном случае не пытается нарисовать в словах схему своего места проживания он не указывает им адрес и затем предлагает им пойти по адресу он просто говорит пойдите и увидите мы встретим в скорости опять те же слова но со слов уже ученика эти слова говорят о многом многие вещи невозможно передать в словах нужно иногда просто окунуться в атмосферу иногда лучше один раз увидеть чем бесконечное число раз услышать где же жил раввин и они пошли и увидели где он живет и пробыли у него день тот было около десятого часа они целый день находились вместе со Христом они окунулись в атмосферу присутствие Бога человека один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей брат Симона Петра он первый находит брата своего Симона и говорит ему мы нашли Мессию что значит Христос и привел его к Иисусу Иисус взглянув на него сказал ты Симон сын Ионин ты наречешься Кифа что значит камень Петр на греческом языке Кифа на сирохалдейском на другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему иди за мною все это время о котором мы только что говорили происходил события происходили в Иудее указывалось точное место Вифавара это место на Иордане напротив Иерихона Галилея это место постоянное место жительства Христа до 30 лет и находит Филиппа и говорит ему иди за мною Филипп же был из Вифсаеды из одного города с Андреем и Петром Филипп находит Нафанайла и говорит ему мы нашли того о котором писали Моисей в законе и пророке Иисуса сына Иосифа из Назарета но Нафанайл сказал ему из Назарета может ли быть что доброе Филипп говорит ему пойди и посмотри и мы видим эти замечательные слышим эти замечательные слова пойди и посмотри он бессилен что-либо объяснять о Христе он предлагает ему просто пойти и посмотреть обратим внимание что рождественский пост называется еще другими словами Филиппов и вот Филипп в начале рождественского поста предлагает пойти и посмотреть куда же он предлагает пойти и посмотреть вместо обитания Бога вместо обитания Бога среди людей это церковь и и все таинства церкви совершаются внутри церкви и эти таинства ведут к Христу как и пост ведет к Рождеству Спасителя Господа нашего когда мы поем или читаем такие слова воскресения Христова видевши неужели кто-то из вас был очевидцем кто-то видел воскресение Христа да никто не видел да и апостолы не видели никто не видел как воскрес Христос видели только воскресшего Христа но никто не видел само воскресение и вот когда идет речь о том что пойди и посмотри то идет речь о каких-то понятиях которые можно вместить в самое объективное восприятие реальности и это объективное восприятие реальности является зрение просто нужно приложить немного усилия пойти и посмотреть и здесь Филипп в 45 стихе говорит что мы нашли того о котором писали Моисей в законе и пророки как глубоко звучит и богословски но затем он говорит сына Иосифова из Назарета конечно Нафанайл не был впечатлен словами Филиппа из Назарета из этой маленькой деревушки было ли что-либо когда-либо хорошее видимо ничем она не прославилась но тем не менее Христос избирает именно это простое обычное селение для того чтобы жить в скромности не Иерусалим и даже не Иерихон а самое простое самое темное и забитое невежественное место в Галилее Назарет сын Иосифа если в данном случае апостол говорит что он сын Иосифа это соответствует действительности совсем не соответствует действительности ну вот почему-то для сектантов это соответствует действительности Иисус увидев ведущего к нему Нафанайла говорит о нем вот подлинный израильтянин в котором нет лукавства Нафанайл говорит ему почему ты знаешь меня Иисус сказал ему в ответ прежде нежели позвал тебя Филипп когда ты был под смоковницей я видел тебя Нафанайл отвечал ему опять звучат слова на еврейском языке слово звучит на еврейском языке арабии это было очень важное слово ты сын Божий еще несколько можно сказать мгновений тому назад он говорил о том что может не быть оттуда что-то хорошее а здесь он говорит совершенно невероятную вещь сына Иосифова называет сыном Божьим ты царь под смоковницей совершал обеднюю молитву Кришму не Кришну а Кришму эта молитва была о даровании спасителя для Израиля и вот когда Христос ему говорит что я видел тебя под смоковницей это конечно глубоко потрясло потому что никто не видел под смоковницей Нафанайла и никто не знал зачем он был там под смоковницей и отсюда вытекает такое глубокое признание потому что Господь был ответом на его молитву Иисус сказал ему в ответ ты веришь потому что я тебе сказал я видел тебя под смоковницей увидишь больше всего и говорит ему истина истина говорю вам отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому здесь спаситель говорит очень о многих вещах в немногих словах он говорит о великих таинствах он говорит о том что люди будут зрителями соединения земли и неба и все это будет обращено нисхождение и восхождение к Сыну Человеческому когда прозвучали слова Сын Человеческий то для Нафанайла это была маленькая поправка но значительно существенная он то назвал его Царем Израилем а Господь о себе говорит что он Сын Человеческий он не Сын Израиля он Сын Израиля но является Сыном всего человечества потому что все человечество ожидало Спасителя мира Христа и возвратился Иисус говорит нам Евангелие от Луки 4 глава 14 стих в силе духа в Галилею и разнеслась молвание по всей окрестной стране и далее 2 глава Иоанна 1 стих на 3 день был брак в Кане в Кане Галилейской и Матерь Иисусова была там Он направился как нам уже было сказано в Галилею и направлялся все севернее к Кане Галилейской Кана Галилейская в 2-3 часах ходьбы от Назарета это было большее селение была еще другая Кана поэтому уточняется о том что это происходило не этот брак происходил в Кане Галилейской был также зван Иисус и ученики его на брак и как недоставала вина то Матерь Иисуса говорит ему вина нет у них Иисус говорит ей что мне и тебе жена еще не пришел час мой во-первых мы должны обратить внимание на очень простую привычную вещь Господь идет на брак а вернее сказать идет по приглашению Он не отказывается прийти на брак Он не отказывается прийти и благословить жениха и невесту для супружества честного чистого супружества из этого факта вытекает очень важный другой факт Христос никогда не пытался создать никакую школу аскетов отшельников и если основная часть апостолов была безбрачная мы знаем только о браке апостола Петра потому что Господь исцелил его тещу которая огнем жигома была то есть она страдала от какой-то горячки лихорадки все остальные апостолы были безбрачны и вот он идет на этот брак вместе со своей матерью вместе со своими учениками это важно Господь он как будто пытается войти вглубь мира и мы будем это видеть из страниц евангельских насколько Господь тесно пытается соединиться с этим миром для того чтобы преобразить этот доверившийся мир он идет и к мытарям и к блудницам он никем не возгнушался он всех всем готов ответить своим доброжелательствами любовью и далее мы понимаем что он пришел на брак в бедную семью и несмотря на то что на востоке в частности и иудеи вино разводили водой вообще на востоке не пьют вина без воды всегда растворяют водой это связано еще и с тем что вино является не я бы даже сказал спиртным напитком для восточного человека а скорее напитком которым сопровождается вкушение пищи и если конечно запивать обычным вином то конечно это путь прямому алкоголизму хроническому поэтому всегда растворяли на востоке воду вином вода не всегда отличалась хорошим качеством на востоке и поэтому как бы дезинфицировали воду вином обычно вина была у восточного человека в закромах в огромных объемах но у этих бедных людей даже на брак не нашлось в достатке вина и как не доставала вина то матерь Иисуса говорит ему вина нет у них она напрямую не говорит о том что соверши чудо но по всему выражению лица матери Божьей было понятно что она просит именно этого и поэтому он говорит что мне и тебе жену еще не пришел час мой хотелось бы перенести именно эту атмосферу спроецировать ее в нашу реальную жизнь для того чтобы понять почему мы так в основном молимся матери Божьей почему у нас огромное количество икон посвященных матери Божьей и самыми необычными с одной стороны названиями до каких-то очень-очень поэтических или просто даже бытовых к примеру экономиса с греческого языка это домостроительница потому что экономиса на греческом языке это домохозяйка вообще вот если мы говорим что у нас женщина она нигде не работает ее называют домохозяйкой так вот греческая женщина себе скажет что она экономиса и вот когда мы называем Матерь Божьей экономисой то мы имеем ввиду что она домохозяйка она очень близка к дому человека она очень чутка к недостатку вина в закромах дома и она готова сразу же обратиться к своему сыну чтобы он наполнил человеческой обычной радостью жизни простого человека и когда спаситель отвечает ей жену то это не совсем то слово которое можно услышать из уст восточного человека который говорит молчи женщина твой день 8 марта здесь идет речь об уважительном обращении и это не первое обращение к ней жену и когда он усыновлял и она богослова ей он обратился с теми же словами жену все сын твой потому что это было очень уважительное обращение уважительное на востоке и когда нет это очень уважительное обращение и когда идет речь а именно в нашем контексте то поэтому я и прокомментировал вам чтобы было понятно что это не совсем то женщина а же когда обращается апостол Павел в своих посланиях мужи и братья то это и есть уважительное обращение муж жена еще не пришел не пришел час мой матерь его сказала служителям что скажет он вам то сделайте она услышала то что он сказал по контексту посмотрите пожалуйста еще не пришел час мой а она что говорит служителям что скажет он вам то сделайте это очень важно обратить опять-таки в нашу повседневную жизнь для того чтобы понять почему мы ее называем ходатайцей бесконечна потому что иногда господь произносит свое слово которое может быть более решительным и вот она как ходатайца она все равно заступается она все равно что 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 даром она знала что что сказали то не она чувствовала что он поможет вы знаете вы знаете но мы должны понимать что между ними произошел диалог и он сказал еще не пришел час мой он не не отказал ей но и он не сказал ну конечно но сейчас же давайте водоносы вот он не сказал сразу этого что скажет он вам то сделайте конечно же она знала Христа она знала его потому что она была его матерью и она знала его как сына своего в течение 30 лет она знала что он был любящим у нее был опыт и весь этот опыт общения с ним она слагала как нам говорит писание в сердце своем но когда Господь отвечает такими словами то он прежде всего хочет сделать акцент на том что основная миссия его заключается в том чтобы человека привести в царство небесное дать ему вечную жизнь а не устроить прекрасный израильский мир но конечно же Господь сострадателен к человеку потому потому что он сошел и стал человеком и стал простым человеком было же тут шесть каменных водоносов стоявших по обычаю очищения иудейского вмещавших по две или по три меры то есть были водоносы для очищения иудейского всегда совершалось омовение иудеями это была очень важная религиозная процедура о которой мы говорили и когда говорится об этих водоносах то идет речь о том что эти водоносы достаточно большие потому что они вмещали по две и даже по три меры для омовения Катерина Трофимовна возможно Игорь 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 Иисус говорит им наполните сосуды водой и наполнили их до верха и говорит им теперь подчеркните несите к распорядителю пира и понесли когда же распорядитель отведал воды с делавшейся вином а он не знал откуда это вино знали только служители почерпавшие воду тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему всякий человек подает сперва хорошее вино а когда напьются тогда худшее а ты хорошее вино сберег доселе мы видим в данном случае не технологию совершения чуда мы видим как постепенно совершается чудо для чего мы видим эту постепенность совершения чуда во-первых во-первых те кто наполняли водоносы они даже если и убились немножко уже то все-таки они помнили о том что они были пустые им приходилось возможно даже в раздраженном состоянии их оторвали от пира тут воду нужно носить тем более если учесть что они как Катерина Крафиманова говорит были как бидоны можете себе представить это нелегкий труд был тем более оторвать от брачного пира то есть они прекрасно осознавали что они делают носят воду и вот когда увидел распорядитель пира на греческом языке архитриклин потому что стол у евреев он был буквой п нашей и те кто были за столом они возлежали и поэтому как бы получалось что в некоторых случаях кто-то возлежал головой на груди предшествующего возлежащего и именно такая форма вот этого низкого стола или лежанки с маленькими столиками была очень удобно архитриклин это главный который входил в этот клин вот и там он наливал так сказать подносил какие-то блюда и так далее и этих людей оторвали они наполнили то есть они убедились это была вода и вот когда архитриклин попробовал это вино он не знал он еще и другую сторону чудо подтверждает оно было еще и вкусное это разные люди связанные с этим чудом господь совершает чудо не как какое-то шоу для того чтобы как можно больше смогли убедиться в этом нет но господь совершает чудо и оно всегда мотивировано любовью Божьей к человеку он совершает простую радость для людей но все кто были в соприкосновении с этим чудом как мы сейчас прочитаем дальше для них это было очень серьезным убеждением для их веры во Христа архитрик Лин говорит о том как нужно вином распоряжаться в начале это хорошее нужно подавать ну это естественно а потом уже не важно какое там так сказать по русски поэтому он удивлен так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою и уверовали в него ученики его именно на браке было положено начало чудесам для нас это очень приятная весть мы видим что чудеса которые совершает Господь они связаны именно с реальностью человеческой жизни с обычностью человеческого бытия Господь не чуждается человека это очень важно 23 стих 3 главы Евангелия от Луки Иисус начиная свое служение был лет 30 и был как думали вот это как думали важно сын Иосифов Ильев как думали думал так же и апостол Филипп он только думал но это не соответствовало действительности и реальности и далее какие-то звучат странные имена Матфатов Леви Мелхиев и так далее и продолжаются эти имена аж до 3 главы 38 стиха и заканчиваются такими словами Еносов Сифов Адамов Божий мы уже однажды читали родословную Христа но это было на страницах Евангелия от Матфея а сейчас мы читаем в Евангелии Иоанна но с одной разницей если Матфей начинает родословную Христа от Авраама от Авраама то есть ретроспективно от Авраама и до Иосифа названного отца потому что для еврея родоначальником народа еврейского является Авраам и очень важно было для еврея сказать ну я же сын Авраама помните Господь конечно же уточнит что Господь может из камней воздвигнуть сынов Авраама поэтому вы не считайте не думайте что это очень важная деталь вашей жизни потому что евангелист Матфей писал свои Евангелия на арамейском то есть на диалекте еврейском адресованное это Евангелие было евреем и следовательно важно было связать Христа с родословной еврейской а вот евангелист Лука писал уже для язычников ему важно было связать Христа с историей человечества и он нам вспоминает и Адама и Сифа и Еноса то есть тех людей которые не сказать первых людей которые жили до Авраама это общечеловеческие предки для того чтобы подчеркнуть что Христос является подлинным сыном всего человечества он вмещает в себе все человечество а следовательно пришел спасать все человечество Адамов Божий Божий о ком можно сказать что он Божий только о Христе Сын Божий и далее мы перемещаемся в Евангелие от Иоанна во вторую главу 12 стих после сего пришел он в Капернаум сам и матерь его и братья его и ученики его и там пробыли немного дней здесь важно остановиться нам на очень непростой я бы сказал загадки братья его что это за братья и вот мы вспомним Евангелие от Иоанна в 19 главе в 25 стихе есть такие слова при кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его и сестра матери его Мария Клиопова и Мария Магдалина так вот была у Девы Марии сестра двоюродная или троюродная здесь Евангелист не уточняет но эту сестру звали Мария и это Мария была Клиопова в деревнях и по сей день говорят вот это Мария Иванова потому что она замужем за Иванов так вот Клиопова это жена Клиопы мы тоже о нем ничего подробностей никаких не знаем мы только знаем что она была за Клиопой и вот у этой Марии Клиопой Клиоповой были мы читаем в других Евангелиях Евангелия от Матфея 27 глава 56 стих у Евангелиста Марка в 15 главе 40 стихе что она была Мария Матьякова Меньшего Иосии и в Евангелии от Матфея Матьякова Иосии это значит что у Марии Клиоповой из других евангельских мест я уже не буду сейчас их уточнять мы будем в дальнейшем читать эти тексты было 4 брата Иаков Иосия Симон и Иуда что что нет это не дети Иосифа это не дети Иосифа я вам только что прочитал еще раз хочу подчеркнуть я могу дать набор вам цитат и здесь указано очень четко указано о том что это дети Марии Клиоповой это не говорит о том что у Иосифа не было детей у него были дети но они здесь поименно не указываются а поименно указываются племянники Девы Марии от Марии Клиоповой и ученики его и там пробыли немного дней Капернаум приближалась Пасха Иудейская и Иисус пришел в Иерусалим это значит что Капернаум находится в Галилее он находится рядом с Галилейским морем или Генесаретским озером как его еще по-другому называли Кинорет что в переводе музыкальный инструмент как гусли что-то такое и нашел что в храме продавали валов овец и голубей и сидели именно в щеки денег когда идет речь о храме то мы конечно не должны воспринимать как отдельно стоящее здание как храм Александра Невского к примеру конечно не отличался особо крупными размерами и Иерусалимский храм но это место было закрыто для непосвященных но вот территория храма была достаточно огромной это была целая цитадель в Иерусалиме она была окружена массивными стенами и внутри было достаточно много дворов и самым большим двором был двор язычников самый большой двор язычников был и вот этот двор язычников стал некой торговой площадью где продавали всю эту живность можете себе представить валы весь этот дружный хор мычал блеял и конечно же в этой атмосфере совершенно человек забывал о том что он находится вообще на территории храма он только думал о том чтобы ему купить повыгоднее купить не продешевить ну а священники тоже это было собственное доходное дело они торговали этим и в этом не было греха это не осуждалось потому что об этом говорится еще в Ветхом Завете но проблемы то начинались как Пушкин сказал не годнялся бы ты поп за дешевизной и тут конечно же священники переусердствовали в отношении продажи потеряли этот дух дух благочестия нужно помнить о том что на территорию храма нельзя было нести монеты на которых изображались какие-то языческие там божества символы языческие и поэтому были храмовые шекели и те кто кто приносил десятину в храм он должен был отменять у валютной стойки из каких-то римских монет на шекели храмовые и можете себе представить когда весь иудейский мир стекался представляете что было там а когда идет речь о Пасхе иудейской Христос пришел именно на иудейскую Пасху тут вовсю понимаете торговали баранами и валами а нужно заметить что валов нет в ветхозаветном тексте как жертвенных животных и вот здесь Господь берет бич кибич кибичом изгоняет эту тварь Божию из территории храма да это не жертвенный живот то есть просто продавали что называется живым весом понимаете на стол пасхальный то есть существует но не храм а государство Израиль тельцы но не валы валы это особое животное тельцы да но не валы вы не встретите понимаете в этом завете жертвенного животного валов вы видели когда-нибудь валов я помню когда был в Румынии и я смотрю что это за странное животное такое вот как будто понимаете что-то напоминает корову но вот не совсем и вот оно такое медлительное это может быть вы помните в этих фильмах про казаков вот как они в Крым значит за солью ехали что-что да ну это очень сейчас это уже редчайший экземпляр что называется у нас их практически нет ну я уж не буду так сказать сейчас детализировать эти так сказать биологические виды но я просто хотел бы отметить что что происходило во дворе Иерусалимского храма и конечно же спаситель вознегодовал на этот кошмар потому что все тут же происходило приносили так сказать покупали продавали тут же значит приносили в жертву вы представляете что такое это запах шашлыка который устойчиво сохранялся если 8 дней вообще длился праздник кто-то съедал вы знаете есть было кому было кому можете представить какое огромное количество стекало с людей от таких запахов понимаете если не есть можно язву желудка получить что-то сжигалось потому что были так называемые жертвы господи напомните мне всесожжение то есть полностью все сжигалось что-то частично сжигалось вы помните всю эту как бы анатомию жертв мы изучали из страниц второзакония там левит книги не важно важно сейчас другое что конечно все это было противно духу христа это напоминало скорее просто какой-то базар вокзал понимаете но не храм там уже ничего святого не было и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и волос и деньги у миновщиков рассыпал а столы их опрокинул и сказал продающим голубей возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли никто не воспротивился в этот момент потому что облик христа и уже о христе знали кто он ян креститель очень убедительно свидетельствовал об этом агнце при всем ученики его вспомнили что написано в совме 68 10 стихе ревность по доме твоем садает меня на это иудеи сказали каким знаменем докажешь ты нам что имеешь власть так поступать конечно фарисеи требовали аргументации это люди были писания иисус сказал им в ответ разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его на это сказали иудеи сей храм строился 46 лет и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тела своего когда же воскрес он из мертвых то ученики его вспомнили что он говорил это и поверили писанию и слову которое сказал иисус здесь здесь в 18 стихе идет речь о знамении конечно мы будем тоже об этом может быть более подробно говорить о том что когда идет речь о чуде то используется несколько слов это и силы это знамение это чудо само слово они отражают разные оттенки одного и того же здесь они желают знамения но мы помним как желал чудо сатана и вот здесь фарисеи как будто по наитию этого духа искусителя говорят эти слова ты имеешь власть откуда так поступать и когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи то многие видя чудеса которые он творил уверовали во имя его не упоминаются чудеса которые он совершил но они совершались это было огромным впечатлением для огромной толпы которая собиралась в этот пасхальный день а вернее сказать в эти пасхальные дни из всего иудейского рассеяния но сам Иисус не вверял в себя я эти последние слова предлагаю для вашего внимания сегодня не вверял себя им потому что знал всех и не имел нужды чтобы кто засвидетельствовал о человеке ибо сам знал что в человеке он знал он знал всех он знал человека в его глубинах в его мотивации мы видим только последствия того той жизнедеятельности умственной или какой-то другой из его слов поступков а Христос смотрел в глубины человека есть такие замечательные слова бог сердцеведец он видит сердце человека глубину а дьявол психолог потому что психология это наука которая изучает не глубины человеческого существа а изучает только кнопочки и клавиши на поверхности человеческой души для того чтобы вовремя нажимать и получать желаемый результат психология это очень лукавая наука с одной стороны она может принести человеку пользу все зависит от того в чьих руках знания психологических механизмов человеческого существа конечно если использовать в терапевтических целях или в работе с какими-то преступниками рецидивистами то конечно можно человека отвести от какого-то преступления используя психологическое общение потому что психолог всегда знает к чему он ведет разговор но Господь он не психолог он знает человека он знает его внутренность и не имел нужды чтобы кто засвидетельствовал о человеке он не нуждался в том чтобы кто-то говорил о другом человеке плохой он или хороший он сам все знает о человеке и себя не вверял никому но он все-таки мы помним доверил нести слово Божие в начале Иоанна Христителю даже именуя его голосом своим на сегодня мы завершаем наше чтение Евангелия следующее занятие у нас начнется с Евангелия от Иоанна 3 глава мы узнаем о Никодиме это тайный ученик Христа один из первых тайных учеников какие вопросы у вас по тексту вопросы есть по тексту по тексту нет вне текста по Евангелию нет хорошо читайте не только Евангелие от Иоанна но читайте и Евангелие от Марка и другие Евангелия потому что мы как вы уже обратили внимание мы постоянно переходим из одного Евангелия на другое даже если это бывает одна цитата она будет объяснять нам именно последовательность евангельских событий храни Господь всех и на предстоящем другое спасибо Продолжение следует...